Взлет на посадочная полоса Пока в соседних лагерях из года в год мальчишкам и девчонкам проводят утренники, в этом думают, чем бы детям порулить. Отставные и еще работающие военные полицейские летчики решили отойти от серьезных дел и заняться воспитанием подрастающего поколения. Без песен и хороводов, а просто по-мужски. Сначала были единственными в России, теперь просто первые среди тех, кто не побоялся ребят со сложной семейной ситуацией. Трудные, неблагополучные и малоимущие дети – это не приговор, а идеальный педагогический материал. Наша задача их не научить летать, это бесполезно за такое короткое время. Просто показать работу летчика, как летает самолет, ну и в общем-то, и они сами пробуют это. Во всех случаях, некоторые говорят, нравится, хочу стать летчиком. Ну, а как там сложится судьба, сложно сказать. За бесплатно кино и цирк тут вряд ли покажут, зато на небо точно дадут посмотреть. 21-я дневная смена в этом лагере превращается в череду бесконечных тренировок. Обычных мальчишек и девчонок учат управлять самолетами, машинами, собственными страхами, злостью и ленью. Просто посмотреть, почувствовать что-то такое, быть в воздухе и выполнять не просто полет, взлет и, как говорится, снижение посадка, а небольшие фигуры пилотажа. Это очень сильно хотелось, прям. Ну, я каждый день, считай, вел себя хорошо в лагере, считай. Старался много, участвовал везде. И вот, заслуга этого. Всех, кому уже есть 14, здесь готовят к прыжкам с парашютом. Прыгнуть тоже разрешают. Но только после того, как небо освободят настоящие асы и их слегка шокированные пассажиры. Это было офигенно. Вообще. Я такого никогда не испытывал, честно. Ледное удостоверение за такие пируэты в небе школьникам пока не дают. Тем, кто с нуля учится водить авто, права тоже не положены. Нужно ждать совершеннолетия. Зато крутить баранку, езжать на газ, им запретить тут никто не может. Сначала нажимаем сцепление. Давай, показывай, показывай, показывай. Так, ну. Потом. Так, далее. Нажимаем плавно на газ. Нажимаешь. Чехончик. И отпускаем сцепление, да? Да. Поехали. Все. Парашютную, летную, автомобильную, стрелковую и медицинскую подготовку в этом году освоили 250 детей. Но лето еще продолжается, а взрослые уже решают, как сделать отдых детей еще экстремальнее и продолжительнее. Возможно, совсем скоро лагерь начнет обучать самых смелых мальчишек и девчонок круглый год.